Итак, дамы и господа, продолжаем наш тренинг по мануальному массажу и мануальной терапии. Значит, сейчас сет номер два, продолжаем работать со стороны спины, когда человек лежит лёжа, с животом вниз на столе. Значит, мы растянули до этого, теперь видно, весь позвоночник и отдельно поясничную часть. Теперь мы работаем непосредственно с крестцом. Значит, смотрите, крестцом, ну вот на схеме я вам показывал, да, крестцово-поздушное сочинение, оно таким образом установлено, что вот от крестца начинается гремель поддушных костей. Он выпирает вот так вот немножко, да, над ним, и потом пошел вот так к переду человека, да. Вот так он выпирает, вот эту косточку, собственно говоря, в неё мы и упираемся, делаем упор. Между крестцом и этой косточкой тоже есть такие мышцы, про них резко кто вообще говорит, они такие коротенькие по сантиметру, по пять миллиметров, их тоже нужно расшатать. Ну, как расшатывали мы, я уже показывал, да, имя официальный массаж, такой вот глубокий, именно вот в этой зоне точечный. Ну, кстати, вот у человека был повернут крестец и повернут таз. И вот мы ему только что вот на место поставили, теперь просто рассказывал про те методы, которые мы использовали. Разблокировали вот эти вот мышцы, вот эти вот столешные, даже мягче, но вы заметили, да, от этой стороны. И далее нам нужно воздействовать именно на вот это крестцово-поздушное сочинение. Значит, каким способом? Вот один из способов мы берем ногу, с той стороны, с которой мы будем работать, выше коленки, то есть ни в коем случае не будете за чашечку. Этой рукой придерживаем это сочленение. Вращая ногой, мы чувствуем его мобильность, где есть какой-то блок. Эта рука нас ощущает. Уперевшись в него, соответственно, мы делаем вот преднапряжение, вот последняя, да. Потом в этом месте раскачались. Эта рука упорная, она так упору оставляет. И дальше, поднимая ногу на себя, подкручивая, мы создаем давление. Раз. И в этот момент может быть трасс. Можно взять еще вот так, если на динцепс, как бы вам тяжело, да, получается ногу убрать, то можно взять попроще, вот так вот спереди. И опять работаем с этой стороной. Если нужно, мы можем захватить и позвонки поясничные. То есть руку переносим за позвонки и поломартистые отростки. Вот здесь вот у них. Мы давим лукомаксимально растягивая тело человека. И опять был хруст. Если нужно, реберное и позвоночные сочинения также можем проработать тем же методом. То есть смотрите, если... Расслабь, расслабься. Если работаем с тазом, то желательно, чтобы таз у нас был прижал ближе к столу. Если работаем с ребрами, то можно тело полностью изогнуть до той степени, до какой оно позволяет. Вот, как тетива, как лук. Да, натянут вот, когда нашли натяжение, тогда мы делаем мобилизацию. И лопатку. Следующий прием, когда... Ну, соответственно, если надо с другой стороны проработать, то мы поднимаем эту ногу, да? И давим как в эту сторону, так и в эту сторону. Соответственно, растягиваем керстец в разные стороны. Но вспоминаете, тут у нас давление идет не... Вот то, что ниже позвонка L5, все-таки все приемы у нас идут с растяжением туда-вниз. Если даже на кадре вот не видно, да, на камере, то это не только вбок, а еще и всегда и туда. То есть движение получается спирилевидное. Вот так мы растягиваем. Если возможно, ваши силы позволяют, да, ноги вместе, пожалуйста, выпрямь их. Можно захватить обе ноги на бицепс. Расслабся, расслабся, расслабся. И обоими ногами так, чтобы его прохрустеть. Если есть сколиоз, да, то как раз можно вот сколиоз поправить внушную сторону, его растянув. В верхнем участок мышц можно, вот, метод ливазия, кивающими, такими качающими движениями, можно пройти виспозвоночник вплоть до верхнего грудного отсека. Далее, нам надо, ну, еще какие есть методы раскрепощения, да, крестца. Можно руки поставить друг против друга и на скручивание. Вот так вот надавливаем на позвоночник, доходим до преднапряжения, и потом, раз, и так же в другую сторону, раз, и так же с крестцом. Ну, это только позволительно сделать с такими людьми гибкими, пластичными, хузенькими. Несмотря на то, что уже хрустели, хрустели с тобой, да, все равно, вот, мобильность еще есть некоторая. Так, какие мы там еще приемы делали? Опять же, с разблокировкой вот этого крестцово-подвздошного сочинения ставим ногу боком, так, чтобы она оставалась лежать на столе. Видите, бывают разные, ну, некоторые грузные, у них вот это мобильность очень слабая в крестцово-поясничном сочинении, да, бывают расценанты паховые мышцы или на борт укорочены, у них нога так не кладется, поэтому это вы подбирайте под себя. У кого-то можно сделать вот так вот ногу положить. И опять я буду сюда давить, вот в эту косточку крестцовую, да, которая выбирает, с давлением от позвоночника в ту сторону, то есть и в бок, и в сторону. Вот можно вот так вот положить, да, но если человек действительно мощный, грузный, он может так и не лечь, тогда ногу подбираем повыше. Видно, что бедро сразу становится выше, да, у нас. И полностью, всем своим корпусом тела находим вот это вот место с качаниями, такими раз, два, три, почувствуем свобода появилась, да, после этого вот раз. И резкий рывок делаем, резкий толчок. Опять же будет услышан траст. Так, следующий прием, какие еще можно будет делать для разгрузки спины, я покажу вам в следующем видеоролике. А если вы нас только смотрите, то вы, честно говоря, много теряете, потому что все равно много нюансов мы отрабатываем именно на тренинге, ставим руки пацанам. И если только видео смотрите, то ставьте лайки, не упускайте нас, подписывайтесь на канал, а мы вас будем ждать на нашем тренинге. Это я вам говорю, Олег Лавгутвин. Продолжение следует...